69 килограмм. Нурмагомед Веселоша, министры Расул Ботлих. Уже более 10 лет соревнования Дылыми проходят на призы мастера спорта по вольной борьбе Мусы Азаева. В соревнованиях принимают участие все образовательные учреждения республики. С каждым годом охват детей увеличивается. Первенство это считается одной из лучших министерств образования. Потому что вольная борьба, как вы знаете, у нас в Дагестане это приоритетное направление развития, одного из видов спорта. Конечно, и вот сегодня это показатель, потому что сегодня охвачено около 25 районов, которые участвуют здесь. Возраст детей в 99-2000 годах. И поэтому именно детско-юношеские спортивные школы, которые у нас в республике Дагестан, они надают возможность развития именно массового детско-юношеского спорта. Министерство образования и дальше намерено развивать детско-юношеский спорт. Как через физкультурные учреждения, так и образовательные, отметила Лариса Калмыкова. И данный турнир это еще одна из работ в этом направлении, так как охвачено около 200 спортсменов. Сделал 4 спорта, 4 выиграл, сейчас финальная спорта у меня будет. Выступаю в своей категории до 58 килограммов. Первая спорта была с Хасауртовцем, с Ура, вторая с Махачкалинцем была, третья была с Кайкенским и четвертая была с Тойс Махачкалинцем. Гаджимурат тренируется в Хасауртовской специализированной детско-юношеской школе Олимпийского резерва имени Мавлета Батырова, призер чемпионата СКФО, тренируется у Шемешемеева. Подобный профессиональный спортивный уровень практически у каждого борца вольного стиля, отмечают организаторы турнира. По итогам двух соревновательных дней наилучший результат показала детско-юношеская спортивная школа имени Мусы Азаева, где четверо спортсменов заваивали первые места, двое стали вторыми и двое бронзовыми призерами. У Хасауртов второй общий командное место в неофициальном зачете и третий за Каспийском. Арслан Дациев, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс». Арслан Дациев, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс». Продолжение следует...